Немногим более трех лет назад у меня был уже подобный доклад в 62-й больнице по микроцветлительной стабильности. Три года это, конечно, небольшой срок, наверное, для человека, для жизни человека, но это достаточно существенный временной интервал для молекулярной медицины. И вот, собственно, сегодняшняя презентация, наверное, покажет те отличия, которые появились за эти три с небольшим годом. Прежде всего, включите, пожалуйста, видео. Вот, скажем так, материальная часть, определимся с тем, что такое микроцветлительная стабильность. У всех у нас есть миллиарды клеток, они постоянно делятся, и у всех у нас удвоивается и ДНК, чтобы, собственно, в эти клетки попадала новая молекула. Так вот, наша природа не идеальна. Если любого человека посадить, переписывать, скажем, войну и мир, то все мы сделаем ошибки. Также и полимераза при своей работе иногда ошибается. И примерно частота вот этих новых спонтанных мутаций, появляющихся при делении клетки, составляет 1 на 10 тысяч нуклеотидов. То есть каждые 10 тысяч нуклеотидов возникает ошибка. Вот, как, в частности, вы видите, замена вместо цитозина появился тимин. Если бы эти ошибки скапливались при делении клеток постоянно, то никакой организм не смог бы существовать. Поэтому для этого и появилась, для системы исправления ошибок, появилась система мисс-мач-репарации. Это всем нам хорошо известные белки MSH2 и MSH6. В том месте, где есть ошибка, они к ним подходят. Дальше появляются гены, белки MSH1 и MSH2. Приходит экзонуклеаза, как пакман, если вот этот вот расщепляет участок с ошибкой. В дальнейшем приходит полимераза и, собственно, достраивает правильную цель. Спасибо, можно себя чувствовать. Итак, более, ну, как бы, действительно близко к природе устроена наша система репарации. Там это были просто кружочки. Здесь мы видим реальные белки. Понятно, почему выпадает белок MSH2 и MSH6, потому что это комплексная пара. А также и, собственно, и MSH11 по MSH2 выпадает в случае мутации в одном из этих двух генов. Наиболее часто, собственно, полимераза ошибается в тех участках, где мы видим мононуклеатидные или динуклеатидные повторы. Это тоже понятно. Если любого человека спросить, сколько буквок А или ЦТ, то пока мы пальчиком вот так не поводим, мы не ответим на этот вопрос. Также и полимераза, когда она бежит по этому участку, она иногда заплетается и ошибается. И, собственно, в первую очередь ошибки при пополомке системы мисс-мач-операции возникают в этих участках ДНК. Собственно, микросолиты – это такое немного унизительное слово, потому что никто раньше не понимал, для чего они нужны. И они просто есть у нас ДНК. Их можно использовать в качестве установления отцовства, там, в судмедоэкспертизе. Но точно, как бы, для чего они нужны, никто не понимает, потому что они не работают. Тем не менее, они лежат в так называемых MSI-target genes, то есть тех генах, которые участвуют в основном в канцерогенезе. Они детектируют повреждения ДНК, участвуют в паптозе и пролиферации. Получается замкнутый круг. Если здесь возникает ошибка, то гены прекращают бороться с онкологией, собственно, рак и, поэтому, и, собственно, процессов качественной трансформации запускается. Изменение количества вот этих тонклеотидов в опухоли и есть микросолитная стабильность. Впервые этот феномен был описан еще в 1993 году, причем независимыми тремя группами исследователей. В общем-то, для колоректального рака микросолитная стабильность является неким аналогом мутационной нагрузки. Считается, что более 10, кто-то говорит, 12 экзонных мутаций на мегабазы – это гипермутированные опухоли, менее 12 – это не гипермутированные опухоли. И вот те, которые гипермутированы при колоректальном раке, их 15%. При этом для таких опухолей, поскольку там большое количество мутаций, появляется большое количество неоантигенов, а следовательно и повышенная иммуногенность. Таким образом, все пациенты с микросолитной стабильностью прекрасно отвечают на пембролизомаб или отечественное аналог неволомаб, что, в общем-то, доказывает с показателями как безрассидивной, так и общей выживаемости. Ну и раз прозвучал такой термин, как синдром Линча, немного поговорим о нем. Впервые было описано в 1965 году американским патологонатомом Генри Линчем. Собственно, 70% всех наследственных форм рака толстой кишки – это синдром Линча. Частота по разным оценкам довольно высока – от 1 на 300 в Исландии до 1 на 500 в Германии. Крайне сложный клинический критерий отбора. Риск развития рака не 100%. Скажем, есть такой синдром, как семейный полипоз. Вот там при мутации в гене ЭПСИ 100% разовьется рак, потому что большое количество полипов, то есть предраковых состояний. Здесь рак развивается с вероятностью 80%. И, собственно, возраст развития рака на 30 лет моложе, чем в общей популяции. Крайне важно отметить, что диагноз синдрома Линча ставится только генетически. То есть, если у вас есть семья, в которой встретилось 10, 20, хоть 100 случаев рака, пока нет мутации в гене ЭПСИ, вы не можете сказать, что это синдром Линча. Синдром Линча он ставится только после того, как вы нашли мутацию. До этого это наследственные формы рака толстой кишки. Диагностика крайне сложна, потому что это не все гены, которые принимают участие в развитии синдрома Линча. Это основные. Есть еще и МЛИЧ-3, и МСХ-3 и другие. Но наиболее часто мутации встречаются в генах МЛИЧ-1 и МСХ-2. Это примерно 85% случаев. Если бы все эти гены мы изучали с помощью стандартного сканирования по Сенгеру, то это занимало порядка трех месяцев. Некоторые пациенты просто понедожили до результата генетического. Поэтому, конечно, первоначальным этапом поиска больных с синдромом Линча это как раз изучение микросолитной стабильности. Изучать ее можно с помощью молекулярно-генетического исследования и иммуногистохимического метода. Следующим этапом в случае обнаружения микросолитной стабильности это исследование вот этих двух основных генов МЛИЧ-1 и МСХ-2. В 85% случаев вы уже тут найдете мутацию. И, собственно, закончите свой поиск в течение одного месяца. Если же мутации нет, дальше исследуются большие делецы. Это уже другой метод не секвенирования. Это метод мультиплексной или газной реакции. Это еще 8% генов мутации в генах МЛИЧ-1 и МСХ-2 и ЭПКАМ. И, наконец, в том случае, когда мы не нашли этих мутаций, мы изучаем в нашей лаборатории полное экзонное секвенирование. То есть изучаем все гены организма. И тогда, конечно, мы однозначно найдем причину заболевания. Почему же нельзя сразу исследовать высокопроизводительное секвенирование всех больных? Ну, тут банальный вопрос стоимости. Если исследование генов МЛИЧ-1 и МСХ-2, а я уже сказал, что это 85% мутации, это 15 тысяч рублей, то, по-моему, средняя цена около 70 тысяч в Москве. Не все пациенты могут себе это позволить. На слайде вы видите генетическую картину синдрома Линча в России и за рубежом. У нас наиболее часто мутации встречаются в гене МЛИЧ-1. Это важно, потому что, если мы хотим быстрее провести генетический поиск, мы, собственно, начнем исследование с геном МЛИЧ-1 и половины больных найдем мутацию в этом гене. То, что я говорил про клинические критерии отбора, это первая редакция амстрадамских критериев и вторая, значит, вторая амстрадамская критерия, чувствительность их составляет всего 22%, потому что они крайне жесткие. Американские исследователи, как всегда, предложили свои рекомендации. Они, в общем-то, повторяли амстрадам, но имели крайне важный пункт о необходимости изучения микростарительной стабильности. Это позволило сразу выкидывать те 80% пациентов, у которых стабильные опухоли. Благодаря нашей работе в центрниковой практологии мы сначала применяли амстрадамские, потом рекомендации Бетезда, но в результате поняли, что и те, и другие недостаточно чувствительные и разработали собственный. Это молодой возраст пациентов до 43 лет, чувствительность 88%. Если бы этого критерия было одного достаточно, то второго даже не было бы. Но не все пациенты, примерно 11% больных, у них развивается рак в возрасте старше 43 лет. И чтобы таких больных не пропустить, у нас есть второй независимый критерий. Это коваритальный рак и два других рака линчо-ассоциированных опухолей, независимо от возраста. Вот эти два критерия позволяют найти почти 100%, 99,8% всех больных с синдромом линча в России. Собственно, поскольку чувствительность их довольно высока, в настоящий момент они уже включены в отечественные рекомендации по лечению всех опухолей ободочной и прямой кишки. Интересным моментом является то, что клинически наши пациенты тоже отличаются от европейцев. Так, наиболее часто у них раки возникают в правых отделах толстой кишки, а у нас часто возникают в левых отделах. Это важный момент, потому что он предопределяет объем оперативного вмешательства. Так, согласно последним рекомендациям американцев, если опухоль в правых отделах ковоктомии, если в прямой кишке ковоктомии. Эти данные подтверждаются и нашими исследованиями. Если у пациента при первой опухоли с синдромом линча производится сегментарная резекция, то второй рак у него возникает в течение 5 лет у каждого третьего больного. У каждого второго больного в течение 10 лет. Это риски, о которых мы должны говорить с пациентом, потому что он всегда принимает окончательное решение. Всю кишку удалить как орган-мишень или удалить сегментарный, как бы, только рак и каждый полгода, год делать колоноскопию для поиска повторной опухоли. Наряду с раком толстой кишки у российских больных встречаются опухоли другой локализации. Наиболее часто это желудок и рак эндометрия. Это также органы мощевые личные системы. Это отличает нас от европейцев и североамериканцев, потому что у них желудок вообще не стоит в рисковом списке. Там нет такого понятия, как рак желудка при синдроме линча. А у нас он в каждой второй семье встречается. В этой связи мы разработали собственные рекомендации по мониторингу пациентов, чтобы найти возможность злокачественного образования на ранней стадии. Это колоноскопия с 22 лет, гастроскопия с 27 лет и УЗИ матки с придастками у женщин с 27 лет ежегодно при любой мутации в гене системы репарации. Кроме того, если мутация была найдена в гене МСХ2, это обследование органов мощеводительной системы с 32 лет, если мутации в ПМС1 дополнительную УЗИ читовидной железы и МРТ головы с 22 лет при мутации в МЛИЧ1 в том случае, когда в семье имелось хотя бы один родственник с опухолю головного мозга. Вот такой тщательный подход позволил нам найти, я считаю, уникального пациента. К нам обратилась женщина 38 лет и со мной мне заизвестно, что с 2 до 14 лет она страдала синдромом анемии Даймонда Блекфана. У нее были постоянные переливания крови, но в 14 лет она ушла в ремиссию и до 36 лет ее ничего не беспокоило, а в 36 ей нашли опухоль тела матки. Через 2 года, в 38, когда она попала к нам, у нее уже были диагностированы сразу 3 опухоли толстой кишки. Интересно, что у матери этой пациентки также имелся рак молочной железы, но коваректального рака у матери пациентки не было. И, собственно, ее опухоли были в более позднем возрасте. У пациентки проведено молекулярно-генетическое и иммуногистохимическое исследование образцов опухолей матки и кишки. Крайне интересно, на мой взгляд, то, что, если мы посмотрим вниз, при исследовании молекулярно-генетическом мы не нашли нестабильности в опухоли тела матки, то есть наша опухоль совпадает с нативной тканью, с кровью. А вот опухоль кишки имеет микросолитную нестабильность с помощью молекулярно-генетического исследования. А вот иммуногистохимия позволила нам найти как нестабильность в матке, так и в опухоли толстой кишки. Конечно, мы провели полный экзонный секвенирование этой больной и действительно подтвердили у нее наличие двух тяжелых генетических синдромов одновременно. Мутация гени МСАИ-6, что и говорило нам ОГХ, который приводит, собственно, к синдрому Линча, и выпадение участка хромосомы, включающий ген РПС-17, который отвечает за развитие синдрома анемии Даймонда-Блихфана. Разумеется, статью взяли в хороший журнал, но мы прямо в абстракте указали вот такой важный момент с нашей точки зрения, что молекулярно-генетическая панель не должна применяться у пациентов с опухолями эндометрия, даже если у них подтвержден диагноз синдрома Линча. Здесь только иммуногистохимические исследования. И буквально через два месяца в этом году, в 2021 году, появились рекомендации Мальорки Групп, которые, в общем-то, повторили наши исследования. Они сказали, что колоректальные опухоли можно изучать МСАИ с помощью молекулярной генетики и с помощью иммуногистохимии. А вот опухоли у пациентов с эндометрием и яичников необходимо изучать только иммуногистохимические. Это действительно очень важный момент, потому что, к сожалению, многие лаборатории до сих пор молекулярной генетикой делают любую опухоль, будь то кишка, матка, некоторые вообще даже легкой изучают. Этого делать нельзя. Микросветная стабильность встречается не только при синдроме Ильинича, но и в 12% всех спарадических раков. При второй стадии наиболее часто это 22%, при третьей – 12% и крайне редко при четвертой стадии. Это говорит о том, что наличие микросветной стабильности, как все мы знаем, это крайне благоприятный прогноз. Интересно, что она встречается почти у половины пациентов старше 90 лет. Но это литературные данные. В нашей стране редко люди доживают до этого возраста, поэтому проверить пока не получается. Кроме того, микросветная стабильность нужна для возможности назначения или не назначения диванной терапии у пациентов со второй стадии и отвечает на вопрос о иммунотерапии при четвертой стадии, а также о прогнозе заболевания. Кроме того, есть такой нюанс, как мутация в гене-берав, которая сама по себе является негативным признаком, но часто встречается при нестабильных опухолях. Вот мы это сейчас рассмотрим. Исследование 10 тысяч пациентов показало, что стабильные пациенты со второй стадии живут хуже, чем нестабильные. При этом, если мы химичим пациентов со второй стадии и стабильными опухолями, то их выживаемость достигает уровня пациентов с нестабильными опухолями. О чем это говорит? О том, что если у пациента есть нестабильность и вторая опухоль, вторая стадия опухоли, то их не стоит просто лечить. Они и так прекрасно будут жить. А вот если нестабильности нет, если есть стабильная опухоль Т3Н0М0, то таким пациентам показано проведение одиантной химиотерапии. По поводу гене-берав. Частота в разных популяциях от 8 до 14%. Недавно был Михаил Юрьевич Федянин, провел исследование в Москве, среди московских пациентов. Примерно 7% случаев в России по мутации гене-берав. Встречаются, как правило, у больных старшего возраста. И в 40-50% случаев по литературе у этих же больных имеется микрострелитная стабильность. По нашим данным, примерно у каждого третьего пациента с БРАФ есть микрострелитная стабильность. То есть также ниже. Это тоже наша генетическая особенность. Приведу пару исследований. Американцы более 1200 больных, 15% нестабильных, 15% микрострелитных нестабильных и 15% БРАФ мутированных. В половине случаев эти опухоли пересекались. Но интересно, что пациенты, имеющие нестабильность и даже БРАФ мутацию, тем не менее жили лучше, чем те стабильные пациенты, у которых был дикий тип БРАФа. То есть эффект от благоприятного прогноза нестабильности перевешивает эффект от неблагоприятного прогноза БРАФа. То же самое мы видим и на выборке из Японии. Совершенно разные популяции, поэтому я привел эти данные. У 500 пациентов из Японии имелось 8% только мутации гений БРАФ в 9% МСА и ХАЙ. Также примерно в половине случаев это пересекалось. Понятно, что нестабильные пациенты жили лучше, чем стабильные. БРАФы с диким типом жили лучше, чем БРАФ-мутанты. А в случае наложения этих двух признаков, интересен, мне кажется, тот момент, что нестабильные с БРАФ-мутацией жили даже лучше, чем нестабильные без БРАФ-мутации. Правда, это небольшая выборка, статистической разницы нет. Но понятно, что как минимум БРАФ-мутированные пациенты с нестабильной опухолью живут не хуже, чем БРАФ-немутированные. То есть это действительно благоприятный фактор прогноза. Ну и наконец, на мой взгляд, самый важный момент. Это как правильно изучать микросолитную стабильность. В свете новых данных, как я уже говорил, можно делать это генетически, иммуногистохимически. И первая панель для изучения микросолитной стабильности включала два мононуклеотидных маркера, так называемый БИТЭСД-панель, два мононуклеотидных и три динуклеотидных повтора. Тогда мы еще говорили о том, что есть высокий и низкий уровень нестабильности. То есть если один маркер РСПТ нестабильный, то это низкий уровень, если два и более, то высокий. Однако в 2019 году, собственно, вышла работа, это уже рекомендации, о том, что никакого низкого уровня нестабильности не существует. И, в общем-то, мы тоже видели у наших пациентов такие странные вещи, что если мы делаем опухоль, находим один нестабильный маркер РСПТ, потом делаем кровь у этого же пациента, мы тоже находим нестабильность в крови. То есть это просто особенность организма, а не особенность опухоли. Поэтому все опухоли будут либо стабильные, либо нестабильные. Никакого ВОО не существует. Наиболее часто в настоящий момент применяется другая панель, включающая все пять мононуклеотидных повторов. Мы тоже используем ее в нашей лаборатории. И она прекрасно зарекомендовала себя в опухолях толстой кишки. Нормально зарекомендовала в тонкой кишке и в желудке, но не при других аккризациях. Изучать генетически можно с помощью электрофореза. На мой взгляд, это операторозависимый метод. Мы видим, что последняя полоска под номером 5 чуть ниже, чем первая, вторая, третья и четвертая. Однако, если бы этот форез бежал, скажем, минут 15 меньше, то все полоски были бы на одном уровне, и, наверное, никто бы не определил ее наличие. А вот если делать с помощью фрагментного анализа, то здесь прекрасно видно, что стабильный имеет один горб. Если мы говорим про нестабильность, это тюмор или Б, то здесь появляется второй дополнительный горб. Такое пропустить нужно постараться, чтобы такое не увидеть. Поэтому, конечно, это гораздо более чувствительный метод. И я призываю всех использовать именно фрагментный анализ для изучения микрослитной стабильности. Было проведено большое количество сравнений по валидации методов генетики и иммуногистохимии. Мне больше всего нравятся, как обычно, немецкие работы, потому что они все тщательно делают. Было 230 пациентов с синдромом Линча. У всех 230 генетически они подтвердили наличие нестабильности в опухоли. У 216 подтвердили с помощью иммуногистохимии. Но честно признались, что использовали только два антитела. Если бы использовали все четыре, то у них бы тоже было, я думаю, что было 230 из 230. Поэтому очень высокая конкордантность, и эти методы вполне сопоставимы между собой. Если хороший морфолог, конечно, есть хороший кинетик. Хотелось бы ввести новую рубрику «Так работать нельзя». Недавно вышла работа в 2019 году отечественная про прогностическую значимость микрослитной стабильности у больных с забрешенными неорганными левыми саркомами. В работе было изучено 57 пациентов. И вот тут есть данные, выделенные цветом, о том, что у одного пациента, у одного из 57, была найдена микрослитная стабильность низкого уровня. Причем она встретилась как в первичной опухоли, так и в медицинстатическом мочеге. Жалко, что авторы этой статьи не догадались проверить кровь. Они бы там нашли тоже этот маркер. Еще раз говорю, никакого лоу не существует. Просто это особенность этого организма, ну, как бы этого человека. Это первая ошибка этой статьи. А вторая ошибка, что вообще, в принципе, изучать левыми саркомы, то есть вне кишечной опухоли, с помощью панели для коваректального рака нельзя. Поэтому, как бы, смысл в этой статье вообще, наверное, показать, как сделать неправильно. Ну и в заключение. Исследование микрослитной стабильности необходимо проводить всем больным со второй и четвертой стадии. Это уже клинические рекомендации. А также у пациентов молодого возраста и тех, кто имеет отягощенный семейный анамнез. При изучении опухоли толстой кишки необходимо изучать как молекулярно-генетически, так и иммуногистохимически. Это равные, как бы, возможности. А вне кишечной опухоли только иммуногистохимическое исследование. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, что никакого MSI-LO не существует. Спасибо за внимание.